Почему Украине нужны собственные футбольные герои, а не хорватские? Дмитро Корнило, Депо.УА, Украина 13 июля 2018 года Подавляющему большинству украинцев так и не удалось полноценно бойкотировать чемпионат мира по футболу на России. И дело здесь не в просмотре или игнорировании трансляции футбольного мундиаля. Настоящей информационной бомбой во время ЧМ-2018 стал поступок двух членов хорватской футбольной сборной на России. Здесь и далее сохранена оригинальная версия авторского текста, примечания редакторов, которые украинские болельщики, и не только они, восприняли как героизм. Хотя, на самом деле, ситуация далеко не такая однозначная и героическая. Защитник сборной Хорватии Дамага Ивида, игравший в киевском Динамо, вместе со скаутом сборной Хорватии Агнином Вуковичем, который до сих пор работает в структуре украинского столичного клуба, после победы в одном четырехфинала ЧМ-2018 над Россией записали видео, на котором первый из них громко воскликнул славу Украине, а второй посвятил победу над россиянами Украине и Динамо. Это короткое видео стало невероятным раздражителем для россиян, которые немедленно начали требовать хорватской крови у Фифа. Но не намного меньше реакция кардинально другого характера возникла в Украине. Хорватских смельчаков буквально за несколько часов сделали настоящими героями, которые отчаянно защищают интересы не чужого им государства на российской земле. И этот общий ажиотаж, который вызвал появление целой армии фанатов сборной Хорватии, несколько смущает. Нет смысла спорить с тем, что поступок Вида Ивуковича был полезным для украинской стороны. Как минимум, он еще раз доказал хитрую сущность чиновников, которые занимаются мировым футболом и, что там уж скрывать, в очередной раз показал нутроватных россиян, которые набросились на хорватских украинофилов, словно те совершили худшее преступление против России и ее интересов. Но стоит ли считать Вида Ивуковича такими уж откровенными бойцами за украинские интересы? Не говоря уже о том, что подавляющее большинство футбольных болельщиков в Украине синхронно-оперативно стали фанатами сборной Хорватии в целом. Вот здесь есть вопросы, которые мы не можем не озвучить. Самый главный из них, стоило ли украинцам так мгновенно воспринимать на свой счет поступок хорватской двойки? Судя по всему, Вида, которое стало достоянием общественности, вообще не адресовалось широкой общественности, а его герои, о чем можно догадаться по выражению их лиц, были немножко навеселее и не догадывались о том, что их слова услышат так много людей. Почему эта версия выглядит правдивой? Да хотя бы потому, что после того, как скандал разгорелся на полную мощность, Ивида, Ивукович не стали настаивать на твердости своих слов. И если Огнен еще как-то держался и может считаться жертвой, потерял пост в сборной, то Дамагой никак не пострадал и вообще в эфире российского пропагандистского канала извинился за свой поступок, начав рассказывать об уважении к России. Разве так поступают герои? Но вернемся к Видео и Вуковичу. При всей внешней симпатии к их поступку, не стоит забывать об играунде этих футболистов. А он у Дамагой и Огнена, не самый лучший и немного конфликтует с заявленным патриотизмом. Вукович, если кто забыл, без всяких размышлений в свое время перебрался из киевского «Динамо» в московский «Спартак» и зарабатывал деньги на России, не слишком заботясь о давней клубной вражде между киевлянами и москвичами. Что касается Видео, то тут другая история. Может кто-то уже и успел забыть, но у Хорвата за время выступления в Украине была дикая история с управлением автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. И хорошо, что тогда Хорваты вовремя успели вытащить из машины копы, ведь если бы Видео навеселе посадил бы на капот несколько киевлян, вряд ли бы он сейчас признавался в любви к украинцам и вообще бы играл на России на мундиале. Вот такие персонажи мгновенно стали героями футбольной, и не только, Украины. Поэтому есть повод пересмотреть свои симпатии, о чем все написанное выше. Совсем не о том, что Видео и Вуковича надо немедленно начать позорить, а, скорее, о том, что украинцы зачем-то придумали себе героев там, где их нет. Точнее есть, но они не герои Украины, а герои Хорватии. Сборная этой страны продемонстрировала невероятный бойцовский дух и волю к победе, отыграв три дополнительные 30-минутки на мундиале, вробросив из турнира россиян. И этим действительно можно восхищаться со спортивной точки зрения, однако к Украине и ее интересам эти подвиги не имеют никакого отношения. Можно сколько угодно восхищаться патриотизмом хорватов, их сплоченностью и бойцовскими качествами, однако нам самим подписываться под их победами не стоит. Стоит брать с них пример и растить таких же патриотов своей страны для своей сборной. Потому что у нас с этим, честно говоря, есть определенные проблемы, что, кстати, доказал даже этот мундиаль на России, во время которого один из игроков украинской национальной команды весело проводил время на территории страны-оккупанта, а другой с болью воспринимал критику в адрес форварда сборной России и становился на его защиту в соцсетях. В этом плане хорваты могут и должны быть примером для нас, но они не могут быть украинскими героями вместо тех, которых мы должны воспитать сами. Таких героев, которым не придется просить прощения за слова славы Украине, которым не надо будет объяснять, почему в соцсетях не может быть и намека на поддержку россиян, и которым и в голову не придет выдавать на публику бред о братских народах и соседях. Поступок Вида и Вуковича – это утешение для украинцев и повод лишний раз понаблюдать за массовым подгорением у соседей-оккупантов. Но это точно не повод расчесывать под одну гребенку всю Хорватию вообще и даже отдельную ее футбольную сборную, становясь отчаянным болельщиком клетчатых. Там много разных персонажей. И даже те, которые кричат на камеру славы Украине, не такие уж и однозначные, чтобы бездумно кланяться им за героизм.